Работа в особых условиях. В защитных костюмах, перчатках, щитках на страже вашего здоровья. В Староскольской лаборатории клинической иммунологии диагностируют ВИЧ-инфекцию и гепатит. С 2020 года здесь начали проводить ПЦР-исследование мазков на COVID-19. У нас было 300 определений в сутки. Ну а сегодня мы видим, что увеличение роста заболеваемости мы дошли до объёмов, которые нам немыслимо были. Это до 2000 определений в сутки. Коллектив лаборатории справляется во многом благодаря руководителю Натальи Гришиной. Она сумела объединить специалистов вокруг общего, точной и быстрой диагностики опасных инфекций. Всегда есть цель от того, что мы отталкиваемся. Если мы совершили какую-то внутри ошибку, мы её должны не выпустить из лаборатории. Она должна быть решена и исправлена в наших лабораторных исследованиях на месте. Специалисты лаборатории впервые провели исследования на вирус иммунодефицита человека больше 30 лет назад. Сейчас сюда централизованно поступает кровь пациентов из 12 медучреждений региона. Лаборанты проводят до 20 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию ежемесячно. А с началом года здесь установили рекорд. Провели более 52 тысяч общих определений на все виды вирусов, опасных для человека. Весь коллектив заинтересован во всём новом. Никогда мы не отступали. И нечто новое нас, наоборот, сплачивает. Мы её очень уважаем, ценим. И могу сказать, что она всегда поможет в трудную минуту, подскажет. Лабораторный техник Лариса Сопрыкина также получила благодарственное письмо губернатора области. Ей приятно внимание и оценка вклада специалистов лаборатории. Ведь в последнее время их коллектив направил все свои резервы на ПЦР-тестирование COVID-19 и борьбу с пандемией. И благодаря усилиям этих преданных своему делу женщин она обязательно закончится. Оксана Черных, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья.